всем привет дорогие друзья я рад приветствовать вас на канале сегодня я вам расскажу как и обещал о том как я своему товарищу своему земляку своему подписчику привозил руль на 120 праде как вы уже знаете кто не знает я расскажу кто помнит кто знает точнее я напомню я занимаюсь поставкой запчастей из японии а также автомобилей конструкторов распилов и всего такого что можно оттуда привести поэтому если кому-то что-то необходимо обращайтесь и так мне позвонил точнее написал в контакт как я всех и прошу чтобы вы переходили по ссылочке на основную страницу там есть ссылочка в контакт это мой контакт можно найти можно мне написать и со мной без проблем связаться просто многие пишут как с вами связать самый простой способ контакт есть у всех так вот он написал что ему нужен руль руль с кнопками на 120 прадик мало того руль нужен именно с костью то есть чтобы кость была на то есть чтобы была деревянная отделка снизу и сверху да многие из вас скажут андрюха мы не поняли а где прадик почему ты сидишь в бмв друзья мои прадик уехал волгоград на нем уехала моя вторая половинка а на чем еще я могу отправить свою вторую половинку в другой город за 200 километров как не на самой надежной машине в мире но это как я считаю то есть на 120 поэтому сегодня я снимаю здесь потому что отдельного кабинета у меня к сожалению нет да и как-то знаете ну хотя не кабинет в принципе есть но в машине мне как-то не знаю здесь как-то атмосфера мне больше нравится в любом автомобиле неважно я просто машины люблю ну так вот человек обратился и попросил себе руль причем руль нужен не просто как руль вот потому что эти сломать руль если это не дтп это нужно постараться чтобы он перестал выполнять свою основную функцию и задачу но если у вас это получилось обязательно попробуйте сломать педаль тормоза вдруг вы уникума об этом еще никто не знает если вы сможете сломать руль и педаль тормоза я думаю медаль какую-то вам по-любому дадут а может быть даже занесут в книгу каких-нибудь рекордов но скажем так не для самых наверное одаренных ну и ладно фиксим ему понадобился руль и руль в идеальном отличном состоянии чтобы поставив его на автомобиль человек оценил тот факт что этот руль лучше чем тот который был у него и я ему собственно его и предложил были отправлены фотографии руля по фотографиям предварительно все понравилось потом был отправлен сам руль человек человек его распаковал как его распаковывал я покажу вам чуть позже да было не без нюансов любая фотография запомните так или иначе она не будет отражать всего того что вы увидите в реальности бывает такое что в реале что-то лучше чем на фотке но это как правило тогда когда фотках херовая а когда фотка хорошая то наоборот на фотке может быть лучше были мелкие косячки то есть прям но ну недостатки небольшие но не забываем что руль как бы не новый ему 14 лет и он тоже как-то жил как-то существовал у него также есть пробег хоть и небольшой его трогали руками поэтому плюс время плюс кожа а вы сами прекрасно знаете что если что-то обтянуто кожей и она долгое время на солнце где-то еще то могут быть мелкие небольшие деформации но тут никуда не денешься это жизнь но человек рад человек всем доволен да кстати единственный момент еще был такой что кнопки не совсем стыковались у него потому как у всех наших прадиков дилерских кнопки есть только с одной стороны у японцев в топе есть еще и со второй а руль этот с двумя рядами кнопок да конечно вы еще скажете что японцы делают руль в принципе плюс минус на все машины одинаково то есть там на минивены на прадике да это так и есть я не спорю у них даже они форма одинаковые с одинаковыми кнопками но разница в том что для всех стран разные немножечко опции и вот нам правых кнопочек маненечко не доложили а у японцев они были поэтому чуть отличаются выхода чуть отличаются фишки но это все делается это все перепиновывается это все подключается то есть любой тюнинг тем более электрической части он не всегда проходит так что вы чик чик хлоп и поехали чем сложнее чем современнее машина тем вот это чик чик она не так уж быстро и происходит вот 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот такой вот руль Я очень надеюсь, что он будет радовать своего владельца дальше А я в этом году, знаете, еще озаботился одной мыслью Я решил делать то, что только в сказках делают русские люди Как вы думаете, что... Да, правильно, они готовят сани летом, а телегу зимой Так вот, зима есть, телега моя катается, а к лету ее нужно немного подготовить Что отличает нашу летнюю телегу от зимней Точнее, сани зимние от телеги В нашем случае телега у нас одна, но отличия у нее есть Это резина Летняя резина моя немножечко подзакончилась И все вы давно знаете, что я люблю резину Michelin Ну так уж получилось, она мне больше всего понравилась Да, я очень любил раньше Bridgestone Но любил я его за то, что он очень ноский Его тяжело стереть Но в этом же его и минус Его надолго хватает Он неубиваемый, но он жесткий, как кирза То есть он дубовый А Michelin очень мягкая и хорошая резина Поэтому я заказал себе без пробега по России Дабы ушечку с 5% износом Практически новую резину Michelin Latitude Tour она называется Но ту, которая стояла у меня, Latitude Cross Ее практически не найти Ну нету такой резины Если я вдруг найду, я ее обязательно куплю Но я поискал месяц Я не нашел нормальной резины Есть там один комплект Но он стоит, как крыло от самолета Тоже как бы, ну, резина, конечно, хорошая Но не настолько она должна быть дорогая Хотя все имеет свою цену Поэтому я заказал себе Latitude Tour И заказал, помимо того, что везу себе такой комплект Еще везу два комплекта на продажу Точно такой же резины Поэтому если вдруг кому-то интересная Не нужна летняя резина Кто-то хочет так же, как и я Задачиться ее покупкой перед летним сезоном Чтобы потом уже не бегать А вот сейчас взять И чтобы она уже лежала и ждала лета Пожалуйста, переходите в контакт По ссылочке Связывайтесь со мной Я вам все отлично, детально объясню Что да как Ну, на этом, в принципе, все Что хотел я вам рассказал Чем хотел я с вами поделился Хотите лайк, хотите дизлайк У нас все можно Ничего не запрещается Но главное, помните Что не бывает плохих автомобилей Бывают только плохие хозяева Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok